Так, друзья, всем добрый день, доброго времени суток. Мы начинаем сегодня эфир, посвященный подростковому кризису. Как я и обещал в сторис, сегодня можно задавать вопросы касаемо подростков, подросткового возраста, проблем с подростками, ваши личные проблемы, как родителей, связанные с подростками, может быть какие-то не очень комфортные и приятные ситуации, которые у вас были в подростковом возрасте, и вы до сих пор их держите внутри себя и несете. Все это мы будем обсуждать сегодня. Я надеюсь, что эфир будет в записи. Сейчас технические нюансы всякие бывают, поэтому не могу ничего точно обещать. Но если он запишется, я обязательно его выложу для просмотра. Часть из вас мне уже написали свои вопросы по поводу подросткового кризиса. Широко назовем эту тему так. Мы сегодня час вместе. Но я понимаю, что по ходу того, как я говорю, у вас тоже могут возникать какие-то вопросы. Поэтому не стесняйтесь, задавайте их по ходу. Те из них, которые я буду видеть, и те из них, которые я буду понимать, что актуально сейчас ответить, я буду отвечать на них. Давайте я представлюсь, кто меня видит в первый раз, кто меня, может быть, не знает. Меня зовут Константин Никулин. Я психолог, сексолог. Я специализируюсь по работе с самооценкой, по травмам и по работе с психосоматикой. Но тема детства, тема подросткового возраста, это та тема, которая возникает на моих консультациях очень часто. Я не работаю с детьми непосредственно. Я работаю только со взрослыми старше 18 лет. Но так или иначе, очень часто наши отношения с детьми, очень часто наши отношения с подростками, именно это влияет на то, какую мы получаем реакцию. Именно это влияет на то, как мы проходим вот этот подростковый кризис. Понимаете? Давайте потихоньку начнем вот с основ. Что такое подростковый кризис? Ну, кризис это то, когда так как было, уже не получается, а так как хочется, еще не можется. Да, образно говоря. И кризисы возрастные, они бывают разные. Самый первый кризис это вообще появление на свет, потому что раньше ты не задумывался о том, чтобы тебя кормили. Раньше все само поступало в тебя внутрь, ты не соприкасался с этой холодной, неприятной атмосферой и внешней средой. И потом идут другие возрастные кризисы. Кризисы трех лет, кризис семи-восьми лет, кризис подростковый, кризис двадцати пяти лет, кризис сорокалетних, ну и так далее. Можно в эту тему очень сильно углубляться. Я вообще не большой фанат именно кризисной такой психологии, да, потому что я не люблю жесткие рамки временные. Потому что, например, вот кризис трех лет, если следовать букве учебника, то он может начаться как в полтора года и закончиться там в шесть лет. Да, называют его кризисом трех лет. Более того, это может быть просто особенности, акцентуации характера человека, ребенка. И нам кажется, что это кризис, а на самом деле это характер. И здесь не нужно говорить, я сразу бы хотел сказать всем родителям, которые переживают, может быть, бурный подростковый кризис или кризис там трех-семи лет ваших детей. То, что если какая-то сложная, проблемная ситуация у вас с ребенком, не нужно винить сто процентов себя. Конечно же, мы начинаем с себя и со своего взаимодействия с детьми, об этом я сегодня буду много говорить. Но я бы не хотел, чтобы вот этот флер вины постоянно был у вас и постоянно эта вина давила на вас. Потому что под чувством вины вы становитесь более зажатыми, менее естественными, менее открытыми, менее любящими. Да, конечно, мы не идеальные родители. Я уверен, что и моя дочка, когда вырастет, придет и скажет, папа, почему ты делал то-то и то-то. И маме скажет, это нормально. Это нормальный тоже этап кризиса. Ненормально, когда ребенок взрослеет и застревает вот в этих детских обидах, уже там, будучи 30-40-летним человеком. Говорит, что то, чего я не достиг в этой жизни, это все потому, что меня недолюбили, мне недодали и родители во всем виноваты. При этом я и не хочу обесценивать то, что, ну, подумаешь, что там тебе недодали в детстве, да, зато смотришь, сколько всего дали. Нет, вы знаете, я иногда сравниваю это с тем, что, как есть ложка, бочка меда, да, и там ложка дегтя. Это нормально то, что ты и любишь своих родителей, и за что-то ты обижаешься. Но выстраивать всю жизненную систему именно на обидах, это, конечно, уже говорит о какой-то незрелости. Поэтому поймите одну такую вещь. Прожить полностью жизнь за своих детей, за подростков, в частности, о ком мы сегодня говорим, не получится. И идеально провести этот возраст, пройти этот кризис тоже не у всех получится. Но моя задача помочь вам минимизировать те моменты, острые углы, которые, возможно, возникают у вас, или могут возникнуть, или возникали, и вы сейчас понимаете, что не хотите повторить ошибок там с подрастающими детьми. Вот я хочу посвятить именно эфир этому. Так вот, подростковый кризис. Вообще, на самом деле, когда я говорю слово подростковый кризис или что-то подобное, я знаю, что у части людей возникает такая мысль, что да какой еще подростковый кризис. Вот в наши-то времена жили нормальные. Все с детства ходили в школу, играли все, дружили, родители слушались, и не было ничего такого. Потом поступили в институт, и все, своя семья. Какой нафиг подростковый кризис? И это очень такое распространенное мнение, обывательское мнение, и оно имеет место тоже быть. Но, как я вижу, и наблюдаю сейчас по тому, что происходит, мы ведь все меняемся, социум в целом меняется. Не берусь судить в лучшую сторону, в худшую, но многие процессы меняются. Так вот, сейчас наблюдается тенденция на тему того, что, во-первых, вот этот подростковый кризис, в первую очередь связанный с бушеванием гормонов, он начинается раньше. То есть, если раньше это говорили о 12-15 лет, то сейчас он может начаться в 9 лет и закончиться в 18-20, а то и не закончится и вовсе. То есть, получается сейчас, почему сейчас я вижу такую большую востребованность этой темы, да, и забегая вперед, наверняка вы слышали, что у меня 13 марта стартует марафон «Нетрудный подросток», да, двухнедельный усиленный интенсивный марафон по этой теме. И я вижу просто огромное количество заявок о людей, которые интересны на эту тему. Почему? Потому что сейчас вот этот возраст, он расширяется. То есть, если раньше это был какой-то переходный период, ну вот были детьми, потом условно какой-то обряд инициации, ну в племенах это какая-то жесткая история, да, в нашем культурном обществе, это что-то свое, и все, ты уже взрослый человек. То сейчас этот период очень-очень продолжительный становится, он затягивается по сравнению с тем, как было раньше. И это вызывает проблему. Почему? Потому что, как я говорил вначале, кризис это то, когда как было, уже не получается, а как надо по-новому, еще не знаю или не умею. Так вот, подросток это уникальное такое состояние, когда ты еще уже не ребенок, но еще не взрослый. Но при этом внутри тебя раздирают на части уже взрослые, условно взрослые какие-то идеи, мысли о самоопределении, о бунтарстве, о том, что я не хочу как раньше, о влюбленности, о том, чтобы бойкотировать школу, о том, чтобы принадлежать какой-то группе, о том, чтобы противоречить взрослым и тем устоявшимся идеалам, которые были до этого, но при этом я еще до конца все равно не чувствую себя оперившимся, да, скажем так, птицей для того, чтобы летать. И вот подросток это вот такое зависшее состояние между птицей и птенцом. Ну, я, конечно же, без принижения, если подростки меня сейчас слушают, да, это тяжелый, это очень непростой, это большой вызов для ребенка. Даже начнем с точки зрения физиологии. И, конечно, вы наверняка все уже слышали, сто раз знаете, что это цунами гормонального всплеска. Это не просто какая-то гормональная волна, это цунами, потому что такого всплеска многих гормонов, которые приходят на подростковый возраст, больше в жизни человека не будет никогда. То есть то, как происходит выблеск гормонов в норме, я сейчас говорю больше про норму, потому что бывают различные моменты. Такого больше не будет в возрасте человека никогда. Помимо этого, катастрофически изменяется тело. Но вот вы просто представьте, есть ситуация, когда ребенок вырастает за лето на 15-20 сантиметров. Он, извиняюсь, тупо не помещается в привычное пространство. Ему дискомфортно, у него есть какие-то боли, тянущие боли в мышцах. Это нагрузка на сердце, это, как правило, повышенное или пониженное давление. И вот это все накладывается, чисто физиология накладывается на психологические тектонические сдвиги. И мы сейчас об этом поговорим. И поговорим о том, как это все отражается на учебе, на взаимодействии с родителями, на воровстве, на ложе, на лжи, на том, в какой первый опыт идут дети подрастающие, на то, какие у них вопросы с деньгами. Давайте вот эту тему осветим. Итак, конечно, большинство из тех, кто интересуется темой подросткового кризиса, говорят о непослушании. Тотальном непослушании. Вы знаете, все как одни, когда ко мне пишут в директ или приходят на консультацию, говорят, Константин, был замечательный сын или замечательная дочка, что произошло? Как будто бы подменили. На все огрызается, фыркает. Можете поставить плюсы, кому это знакомо, по себе или по своим детям, постоянно закрывается в своей комнате. В комнате барда, ничего не хочет делать. Постоянно эти гаджеты, какие-то непонятные друзья, подруги. Заметилось, что какие-то вещи появляются неоткуда, то деньги у меня как будто бы из кошелька пропадают. Вот это все вот в кучу дает просто непонимание, как со всем этим быть, что дальше делать. И я очень понимаю то, что происходит с родителями, потому что такое ощущение, что вот твоего доброго, ну, как правило, покладистого ребенка забрали, украли. Потому что те приемы, которые работали раньше, они не работают с подростками. Запомните, если вы хотите угрожать подростку, если вы хотите подростка брать, ну, скажем так, силовыми методами, угрозами, каким-то шантажом, да, унижением из серии «Тут ничего твоего нет, и когда вырастешь, тогда и будешь командовать», это точно способ, и он краткосрочно может дать результат. Но долгосрочно, как правило, я слышу от таких детей, которые подросли и взрослые ко мне обращаются, что мне вообще не хочется сейчас звонить своей матери, звонить своему отцу, говорят эти люди, потому что я вообще не чувствовал никакой поддержки. И мы подходим к важному, ключевому пониманию проживания подросткового кризиса, подросткового возраста. Это поддержка. То есть, как бы эти люди, ну, эти дети наши, не показывали всем своим видом, что они самодостаточны, что вы для них не авторитет, что вы никто, и они хотят, и они сами все знают, внутри них, вот представьте, что это такая ростовая кукла, и внутри них живет человек, который трепещет, который до конца еще не знает, который боится, и которому важно чувствовать, что с ним все окей, по мнению родителей и сверстников. Очень важно сверстников. Вы поймите, иногда меня спрашивают, Константина, как поднять самооценку своему ребенку. Опять же, привычные способы поднятия самооценки, что там, сынок, ты такой хороший, умный, красивый, или там, дочка, ты у нас самая лучшая, самая красивая, уже не работают. Подросток уже понимает, что вы это говорите просто потому, что вы мама или папа, и вы любите его. И ему важна уже не ваша информация. Более того, я скажу, что это дает обратный эффект. Если мама с папой мне так говорят, значит, со мной точно что-то не так. Потому что, если бы было все в порядке, когда все в порядке, они обычно ничего не говорят. А если они меня пытаются переубедить, значит, со мной точно что-то не так, и они, как всегда, меня обманывают. Видите, какой тут получается такой комплексный подход, комплексный вопрос. Если вы раньше еще часто обманывали ребенка своего, и это накладывается, то значит, ты мне лжешь, и значит, я тебе не верю. И получается, подростку очень важно получить ощущение, что я представляю свою ценность не от родителей. От родителей тоже, но раньше. А подростку уже важно получить от сверстников. Да, и мы подходим ко второму важному пониманию того, что подросток психологически, вот эти тектонические сдвиги, что это такое? Он начинает искать себя. И я сейчас не говорю про профессию, потому что когда мы слышим фразу «искать себя», то нам кажется, что вот он займется умом, разумом, он будет думать, куда ему поступать в экономический, или в юридический, да, или еще куда-то, или в психологический. Нет, что я понимаю под словом, под фразой «искать себя»? Это значит, он низвергает все ценности, которые были переданы ему до этого взрослых людей. Абсолютно все. И заново берет себе в копилку только те, которые ему откликаются и которые ему нравятся. То есть поймите, вот все, что вы закладывали в ребенка до подросткового возраста, будет им пересмотрено. Пересмотрено с таким, знаете, критическим взглядом. А действительно ли они, ну вот, грубо говоря, надо не курить, иметь здоровый образ жизни. В этот именно возраст ребенок говорит, да кто ты такой мне, чтобы говорить, ты сам куришь. Да, например. Или там какие-то ценности, касаемые там «не воруй», да, которые мы своим младшим детям, как правило, говорим, но где-то потом жене расскажем, слушай, а я вот там не заплатил, оказывается. И вот мы на это можем, на сэкономленные деньги сделаем что-то. Ребенок это слышит, и он понимает, что это ложь, что я с собой это брать не буду. Поэтому ребенок это потрясающий, ну грубо скажу, инструмент, который позволяет нам понять, как самого самосовершенствовать. Поэтому, поймите, это норма развития, когда подросток сбрасывает с пьедестала ваш авторитет. То есть, даже если у вас были идеальные отношения, даже если у вас было все хорошо, и подросток начинает в этот момент хамить, дерзить и говорит, что там, ты не прав, ну мягко говоря, да, и не надо мне тут советовать, я сам все знаю, в этот момент происходит низвержение вашего авторитета, и внутренне вы должны порадоваться за это. Потому что только благодаря низвержению можно вырасти в какую-то другую личность. Это, знаете, можно сравнить, как гусеница через кокон превращается в бабочку. И кто, ну биологи, может быть, меня поправят, но кто знает этот процесс, говорят о том, что когда гусеница в коконе, там она превращается в какую-то такую вообще жижу и нечто, что вообще нельзя назвать ни бабочкой, ни гусеницей. То есть, это перерождение. Так вот, подростка примерно то же самое происходит. Он перерождается во что-то новое, с частью наших ценностей, наших идеалов, наших интересов. Но что-то он возьмет по-любому не от вас. И это может быть печально. Он может взять от сверстников, от тренеров, от учителей, от фильмов, от блогеров, которые они сейчас так часто смотрят, от старших товарищей и не товарищей, из фильмов каких-то, из сериалов. Это по-любому придет в их жизнь. Но если вы тотально, конечно, не ограничиваете информационное поле подростка. То есть, еще разок подытожим. Это нормально, если подросток низвергает ваш авторитет. Ну, конечно же, всему есть норма, да, то есть, в плане того, что это значит, что он приходит там, начинает нас посылать направо-налево или оскорблять. Нет, вы имеете полное право отстаивать свои границы и выдерживать вот этот момент и говорить, что со мной так нельзя. И я не буду с тобой просто общаться, если ты начинаешь общаться в таком тоне. Это сейчас я так образно, поверхностно говорю. Главное, что лежит за этим. То есть, не хамить самим в ответ, не обзывать, не угрожать, а просто говорить, что когда будешь спокоен, когда будешь готов нормально пообщаться, приходи, поговори. Да, я понимаю, что у тебя там стресс, я понимаю, что тебе тяжело, но в таком томе со мной общаться нельзя. Я тебя люблю, но будем общаться, когда придешь в нормальное состояние. Вот фраза, которую я сказал, чисто интуитивно, она очень важна, я тебя люблю. Даже если ребенок проявляет себя абсолютно не так, как вам хочется, вот эта взаимосвязь и та тоненькая ниточка, которая позволит вам сохранять с ним отношения и, возможно, вытащить его из какой-то неприятной ситуации, это та любовь и доверие, которое вы попробуете сохранить, относясь к нему как к человеку. Не как к недочеловеку, который еще что это у меня будет учить. Вырасти сначала, докажи действием, что ты что-то стоишь. Нет, я люблю и принимаю тебя, твой выбор, но за каждый выбор мы просто несем ответственность. Да, ты можешь, можешь там не ходить в школу, да, но тогда, знаешь, квартплата будет пополам. То есть тогда иди работай. Ну, образно сейчас говорю. Там не хоть, ну, давайте не со школы, а с институтом. Ты можешь не идти поступать. Это твой выбор, я уважаю. Но тогда ты либо идешь снимать квартиру, либо скидываешься, мы живем вместе. И сейчас для кого-то это очень жесткие вещи, возможно, покажутся. Я не говорю, что так надо при каждой ссоре говорить. Ни в коем случае. Это внутренняя готовность сепарироваться. И вот третий момент, к которому мы подходим, третья основная задача подросткового возраста, это сепарация, это разделение. Сепарация происходит, первая сепарация в годик, ну, первая сепарация при рождении, понятно, пуповина перерезается. Потом в годик, примерно полтора, когда ребенок начинает ходить, и он понимает, что я и мама, или там я и папа, в зависимости от опекуна, это не одно целое. И я могу ходить, двигать, взаимодействовать с пространством. И это тоже определенный кризис, это тоже определенные сепарации, которые, кстати, родители тоже не просто переживают, потому что, ну, вдруг он упадет, вдруг он ударится. Проводите аналогии на подростковый возраст. Вдруг он упадет, вдруг он ударится. Про подростков же мы тоже так можем говорить, только про более серьезные уже вещи. Про наркотики, про деньги, про интимную близость. У нас те же переживания. Он тоже начинает делать первые шаги, там, в 13, 14, 15 лет. И наше родительское сердце, оно очень сильно переживает. В три года, да, это сепарация тоже, сепарация «я сам», «дай мне свободу». И как так? Нам же так приятно чувствовать себя в роли родителя. Заметьте, кстати, очень сложно переживает любой кризис ребенка те родители, которые, ну, сейчас грубовато скажу, упиваются своим родительством. То есть те родители, которые получают какие-то скрытые выгоды в своем родительстве, вот именно эти родители сложнее всего проживают сепарацию с ребенком. Потому что ребенок мне, как родителю, в таком случае нужен для чего? Для того, чтобы заполнить, например, какую-то свою пустоту, для того, чтобы пооставить себе галочку «я окей, как родитель», а если тебя не будет рядом, если я не вкладываю всю свою энергию, все свое время, тогда зачем я вообще? Я сталкиваюсь с какой-то тотальной пустотой? Или сталкиваюсь с тем, что у меня с супругом или с супругой вообще никаких нет отношений? Да ну его нафиг, я лучше уйду полностью в ребенка. Ну, естественно, не осознавая, все это происходит в голове у такого родителя, который застрял в этой родительской роли. Поэтому сепарация, я не хочу сказать, что она тяжело протекает только для подростка, для ребенка, она еще не менее тяжело протекает и для родителя, а подчас даже более тяжело. Так вот, очень важно сепарироваться. То есть, я говорил про предназначение, да, то есть подростку очень важно понять, какие ценности он берет с собой во взрослую жизнь, в какое направление он идет. А следующая задача, еще одна параллельная, это сепарация. Это то, а что я могу, могу ли я вообще выжить без родителя? И сейчас выжить, то, что я сказал. Да, Елена очень точно пишет, гиперопека это вторичная выгода родителей. Да, конечно. Более того, она очень социально одобряема, потому что быть заботливой мамой или заботливым папой, это же так одобряемо и так умилительно. Я ни в коем случае не говорю о том, что теперь нужно в другую крайность уходить. Слушайте меня внимательнее. Я говорю о том, что мы можем застревать в каких-то ролях, в которых бы пора уже не застревать, а вылезти из них, потому что там есть какие-то вторичные, неосознаваемые, как правило, выгоды. Вот. Так вот, сепарация. Это повод понять подростку, а могу ли я вообще выжить без родителей? И выжить именно в психологическом плане. Раньше, конечно же, это речь идет о выживании физическом, да, и если мы возьмем те племена, которые до сих пор существуют в таком первобытном каком-то общинном строе, то там до сих пор сохранились обряды инициации. И там нету вот этого затяжного подросткового возраста. Все. Происходит какой-то обряд, часто связанный со страхом, с преодолением, с преодолением физической боли. И после этого ты уже все, не мальчик, не девочка. Ты уже мужчина и женщина. Ты наравне с мужчинами ходишь на охоту, ты наравне с женщинами занимаешься хозяйствами, можешь уже рожать детей и выходить замуж, ну, в разных племенах по-разному. Вот он в принципе. То есть все, ты уже самостоятельен. У нас это размазывается, как каша по какой-то тарелке на несколько лет, а то и десятилетий. И в этом, конечно, трагедия подросткового возраста. Но, понимаете, вот эти внутренние психологические позывы, они идут, они заложены природой. Наша психика, она сотни тысяч лет создавалась для выживания в пещере, в природе. И только последние каких-то 100, 200, 300 лет наш быт стал менее опасным, чем вот эти все сотни тысяч лет. То есть наша психика не поспевает за прогрессом. И потребность в том, чтобы утвердиться, что я могу, что я могу без вас, родители, она сохранилась, потому что это каким-то генетическим образом все внутри нас передавалось. Но реализовать это подчас невозможно, потому что нет определенных моментов. Нет возможности пойти работать в раннем возрасте. Нет возможности проявить себя как воином. Есть позывы на сближение с противоположным полом, как правило. Но юридические подростки ограничены в этом моменте, в том числе уголовно. И это все накладывает, как бы тормозящий эффект создает. Я не говорю, что нужно чем раньше, тем лучше. Ни в коем случае. Я говорю о том, что они тоже вот в этом внутреннем конфликте находятся. И вся та энергия, которая должна была быть направлена на то, что я есть, я существую, я сам, она в итоге направляется бунтарством на родителей. Вот почему мы получаем такую разжатую пружину. Вот почему из адекватных нормальных детей мы получаем ну какой-то полный трэш и неадекват. Потому что там очень много энергии, которая скопилась на то, чтобы завоевать и выжить. Но так как подростки сейчас, им выживать не приходится, им кайфовать хочется. И в таких условиях они живут большинство. Да и что греха таить, я в таких условиях жил. То вся эта энергия идет против родителей, против взрослых старшего поколения, вот этот конфликт отцов и детей, против преподавателей, учителей, против всех. Здесь главное против. Вы поймите, они еще до конца не понимают, за что они. Им не нужно быть за, им важно быть против. Вот прям поймите это. У них потребность протестовать, не потребность отстаивать свои ценности. Да, она тоже формируется, но сначала им важно быть против. И это может вам помочь понять, почему они демонстрируют какое-то иногда вот такое поведение революционное, противоречивое. Они могут даже сами себе противоречить в эти моменты. И вот это понимание облегчит вам проживание данных моментов. Но теперь давайте более прикладно, может быть, поговорим. Еще важный момент, чтобы вы поняли. Все те какие-то фразы, техники, которые вы где-то слышите, которые я, может быть, буду говорить сейчас и на своем двухнедельном марафоне, да, нетрудный подросток, все это может давать кое-какой результат, ну, где-то классный, превосходный результат, где-то хороший, если соблюдаются несколько условий. Первое условие – это то, что вы относитесь к нему как к равному, как к равному по правам, то есть как к равному человеку, не как к равному в плане того, что ты тоже должен там что-то, а то, что я слышу, у тебя может быть свое мнение, и это нормально. Второе, если ребенок чувствует, что его любят, могут злиться на его поведение, но его любят, что дом для него – это его крепость. Вот одно это может сыграть очень большую добрую службу. И третий момент. Эти все техники будут работать, если вы внутренне готовы отделиться, если вы понимаете, что вот у наступает подростковый кризис, и вы понимаете, что это больше не ваша часть, что ребенок – это не часть вас, что ребенок – это не ваша рука. Ну типа, я захотел, и ты сделал. Ты захотел, и ты согнулась рука. Я сказал туда не ходить, ты не пошел. То есть если вы понимаете, что вот она сепарация, иногда прям по-живому приходится рвать, она происходит, вы разделяетесь. Если это понимание внутри есть, то тогда те фразы, те техники, которые будут нанизываться на этот фундамент, выстраивать этот дом, да, отношений, тогда они могут давать кое-какой результат. Почему я говорю кое-какой? Потому что нет какой-то вот раз фразы, которые вы сказали, и отношения стали шелковыми. Он взялся за ум, начал учиться, и вылез из гаджетов. Нет такого. Это планомерная работа по построению новых взрослых отношений, отношений взрослой-взрослой, в которых ни вы, ни он, ни она там, да, если дочка, не знаете, как быть. Вы, по сути, ведь тоже первый раз родитель. Ну, если это у вас второй, третий ребенок, уже не первый раз. Но я имею в виду, это ваша первая жизнь. У вас нету многожизненного опыта, который вы захватили из предыдущих жизней, и помните его. Того, как вы проходили подростковый кризис, как родитель. Ребенок тоже первый раз сталкивается с этим. Вы можете представить, вот я просто как сексолог могу сказать, какой это стресс для девочки месячные, для мальчика полюции, ночные. Из тебя там что-то начинает вытекать. А что, если я болею чем-то? А что, если это не должно вытекать? А пойду-ка я погуглю. Ой, какая стыдоба. Вы понимаете, это настолько их запирает в том, что я какой-то, ну, типа, ради меня обратно. Что происходит с моим телом? Мое тело меня начинает предавать. Да, и вот это такой фон стрессовый. И тут вы еще со своей учебой, со своими там правилами, да у меня тело меня предает, оно разрушается. Оно что-то начинает вытворять без моего ведома, да, эрекции у доски у парня молодого, который там отвечает. Насмех поднятый, да, всеми. Все, это же катастрофа. Ну, для кого-то, для кого-то нет, для кого-то героизм. По-разному это может у всех проходить. Но я просто хочу, чтобы вы поняли, что вы, возможно, может быть, забыли, мы с вами забыли, что они в этот момент сталкиваются с таким громадным, внутренним, разрывающим себя на части физиологическим и психологическим моментами, что вот учеба и вот это вот все очень далеко уходит. И это, по моим мыслям, нормально. Я не говорю, что нужно легализовывать то, что можешь не учиться. Я не говорю о том, что нужно забросить, сказать, что да, слушай, тебе сейчас девочки или там мальчики важнее в силу возраста. Вот Никулин сказал, все, понимаю. Нет, не так. Но понимать, что у него приоритеты сейчас борются и потихонечку что-то уходит на второй этап, на второй план. И там ведь много причин. Там еще бывает причина, что модно не учиться. Конфликт с учителем каким-то конкретным. Недосыпы просто, которые сплошь рядом у подростков. Желание быть на уровне, потому что все пацаны в классе играют в эту игру, а я как лох буду ботаникам учиться. Вот представьте, сколько еще давит на него, помимо еще физиологии. То есть это вообще не позавидуешь никому. Так вот, что же делать, да? Что делать конкретно в такие моменты? Во-первых, если вы сталкиваетесь с агрессией по отношению к вам, если вы сталкиваетесь с тем, что ребенок ведет себя хамски по отношению к вам, то я бы, конечно, рекомендовал пресекать это, но не жестко, не кулаками, не тем, что вы берете ремень, и тем более физически. Вот запомните, никогда не бейте подростков. То есть ладно еще, ну как ладно, это я сейчас очень условно говорю, маленький может этого не запомнить, но взрослые воспринимают это так, что как будто бы его избил другой взрослый. И я не смог ответить. И вот эта сила подавляется внутри, и она просто вопрос, на кого она вылится. На вас же потом, когда ребенок сможет дать сдачи, либо он даст сдачи через аутоагрессию, через наркотики, через девочка побрилась на лысо, через наколки на лице. Я уже просто наколки даже не обсуждаю. То есть это не то, чтобы это норма, это очень часто их эксперименты. Я говорю про татуировки на лице, да? И у меня была клиентка, которая, она говорила о том, что когда набивала себе татуировку на лице, она прям внутренне поговорила, мама, ты у меня получишь хорошую девочку. Вот что я для тебя сделаю. Да, то есть это вот тот самый протест. Поэтому не забудьте про рукоприкладство, если вашему ребенку больше 10 лет. Я сейчас слушаю себя, и звучит как будто до этого нужно помнить. Я категорически против рукоприкладства. Но в подростковом возрасте это может вообще стать причиной суицида. Понимаете? То есть поймите меня правильно, не дословно. Но пресекать ханство и агрессию со стороны подростков вы должны. Потому что это правило взаимодействия в социуме. Поймите, если не вы будете это пресекать, его будет пресекать жизнь. И жизнь будет пресекать очень жестко. Очень жестко, очень хлестко. И да, кто-то будет получать такие уроки. От жизни, от правоохранителя органов. Но это жизнь. Мы не можем застраховать. Поймите еще раз, вы никогда не проживете за подростка его жизнь. Вы можете чем-то поделиться. Точнее уже до подросткового возраста вы поделились 80-90% того, что он будет переоценивать. Дальше 10% немножко вы скорректируете. Ну условно, конечно, никто это не считал. Вы немножко лишь скорректируете. Но вот все тот багаж, который вы где-то говорили, пока вели ребенка в школу или в садик, где-то играли в настольную игру и хвалили его, вот это он с собой возьмет. Или там рассказывали о мироустройстве. Вот на основе этого он будет выстраивать свое. Но возвращаясь, все-таки если мы говорим про хамство и агрессия идет со стороны ребенка, все, это простая фраза, которую вы говорите, что я понимаю, ты сейчас злишься. В таком тоне я говорить не намерена. Поэтому продолжим разговор тогда, когда оба будем в духе. Оба будем в духе, в настроении. Все. И выходите из контакта. Не нарочито так, все, я тебя видеть не хочу, я разговаривать с тобой не хочу. Выходите из контакта, не знаю, занимайтесь своими делами какими-то. Может быть физически выходите из комнаты. Важно, чтобы ребенок, это знаете, как дрессировка. Делаю плохо, получаю плохо. Но не битье. Но в крайнем случае, это может быть лишение чего-то хорошего. Конечно же, на ум всем приходит сейчас лишение гаджетов, лишение денег и так далее. Это отдельная большая тема. И на своем марафоне, который вот уже скоро стартует на 13 марта, я подробно об этом буду рассказать. Да, кстати, если кому-то хотелось бы попасть на марафон, вы напишите мне в директ, в личные сообщения, не сюда, в комментариях напишите слово «подросток». Я скину ссылку на информацию о марафоне. Так вот, это две большие, огромные темы, да, как быть. Но проговаривать, что когда будешь готов, тогда и продолжим разговаривать, это нормально. Ребенок, он понимает, что мое плохое взаимодействие, и я в ответ получаю плохое взаимодействие от мамы. Даже можно говорить, слушай, я тебя люблю, уважаю, ценю. Вот в таком тоне я говорить не буду. То есть ребенок понимает, что к нему плохо-то не относится. Просто правила такие в этом доме, можно прямо говорить, ты знаешь, в нашем доме матом не ругаются. Поэтому ты можешь, конечно, ругаться в своей комнате, выругаться, выматериться, побить подушку, но со мной, с папой, с мамой, пожалуйста, выбирай выражение. Спокойно. Просто почему беспокойство-то в этот момент наступает? Потому что кажется, что это будет теперь всегда. Что ребенок взял это за норму. Что ему будет 40 лет, и он просто будет приходить с ножом уже домой. Кстати, всякое может быть. Но если вы начнете отстаивать свои границы на этом этапе, то вероятность того, что он придет уже, ну, с каким-то вот таким негативными, очень жесткими последствиями в будущем, меньше, чем если вы не отстаиваете свои границы, и в итоге ребенок садится на шею. Вот это вот, знаете, любовь, такая равно жалость, и все, какая-то вот эта гиперопека, она самая худшая составляет. А когда, даже вот, ну, в природе же нет такого, чтобы родители, животные, тащили своих подростков. Они всех их выпинывают из гнезда. Заметьте, я, правда, не видел живьем это, но по передаче. Птенцов выкидывают из гнезда, когда они еще не умеют летать. Они же там машут крыльями и ударяются, больно ударяются о землю. То есть, их даже чуть-чуть заранее выкидывают из гнезда. Я не говорю сейчас про выкинуть из дома, ни в коем случае, в раннем возрасте. В каком-то случае это очень полезно. Я говорю о том, чтобы психологически понять, что все, у него уже какое-то свое мнение, супер. Я чего хочу, чтобы он у меня все время рядышком был, или она? Я чего хочу, чтобы постоянно со мной советовался? Тогда какую на самом деле я свою потребность закрываю? Может быть, мой ребенок или мои дети в целом это подпорка для меня, чтобы чувствовать себя окей, чтобы чувствовать себя нужной, важной, и продолжите? И вот это дает сепарацию, вот это позволяет ребенку отделиться. Вы знаете, у меня была как-то однажды консультация, и уж слезно меня просила клиентка, они были с мужем, парная консультация, но вопрос по поводу подростка. Они говорят, ну можете, вы пожалуйста, хотя бы 10 минут с ним просто поговорите, мы уйдем, да, и потом вы там скажете, ну как бы, мы его попросили, а он за. И там выходит такой дядя просто, ну ему наверное лет 14 было, но это просто уже выше них такая голова, но главное даже не то, что он большой, а как он начал рассуждать. Я общаясь с ним, почувствовал, что я общаюсь с Виктором Цоем, вот если честно, то есть такая же немногословность, хлесткость мыслей, очень четко он слушал мои слова и ловил на слове, если я где-то сам себе противоречил. И мне, когда я вернулся общаться обратно с мамой и с папой его, я говорю, у вас прекрасный ребенок, у вас просто очень сильная лидерская личность растет. Ну и он как бы говорил, вы скажите, пожалуйста, им, чтобы они от меня просто отстали. И родители в этот момент говорят, Константин, он все лето не выходил из своей комнаты, ну выходил там, поел, и все. Мы говорим, ну погуляй, вот там с младшим, вот мы там на озеро поедем. Ну поехал он на озеро, сидит в этом балахоне, жара, мы говорим, ну оденься, ты нормально. Там мама еще такая тревожная, гиперопекающая, а он так спокойно сказал, Константин, вот у меня все хорошо. Вот пусть они, и я ему объясняю, он вам даже уже кричит, оставьте его пока немножко в покое, дайте ему эту свободу, ему нужно для самоопределения. Я говорю, у него мысли, очень там было переживание за то, что у него нет друзей, там один друг только, да, он много проводит времени за компьютером, но причем он там программирует. И я говорю, вот сейчас самое лучшее, что вы можете сделать, дать ему свободу. Ну не такую все дозволенность, а я уважаю твой выбор, я рядом, если нужно, приходи. Да, и я желаю тебе добра. И еще, кстати, потрясающий инструмент, к которому мало родители прибегают, потому что они думают, что в этот момент они покажут свою слабость, это то, когда вы делитесь сложностями своего подросткового возраста. Это феноменально работает, причем не только с подростками. Нам кажется, что мы, наш родительский авторитет, как-то он упадет. На самом деле, это нужно, чтобы это произошло, чтобы родители не обожествлялись дальше подростками, потому что в норме у детей родители это боги, поэтому будьте аккуратны с маленькими детьми, все, что вы говорите, ими воспринимается без критики, напрямую идет подсознание, как программа. А когда мы говорим о подростках, они уже переоценивают, а так ли действительно хороша моя мама, как женщина, как человек, а так ли уж успешен мой папа, который все время ее задвигает за то, что я должен хорошо учиться и чего-то добиться. Они все это начинают критически взглядом осматривать. И когда вы играете роль, а они знают, что король-то голый, то доверия к вам и желание открываться еще меньше. Но когда вы говорите, слушай, я знаю, как тебе непросто. Знаешь, я могу тебе рассказать о том, какой у меня был казус однажды, ну, и там, в зависимости от темы, например, там, первый поцелуй, да, например, тема того, как вы, там, переживали из-за того, что вас кто-то из учителей недолюбливал. Вот меня, кстати, географичка недолюбливала и историчка. Причем, это не было открыто, но я видел, что она к другим явно лучше относится. И я из-за этого недолюбливаю, ну, как бы, вот у меня, у дочки, там, скоро появится история географии, и у меня эти предметы немножко так, знаете, с восклицательным знаком. И мне будет интересно, какие у нее будут отношения. То есть, это как-то где-то отразилось. Не то, чтобы я там страдаю, там не было какого-то абьюза, но я явно видел, что когда-то мне ставили ниже оценку, чем вот друзьям, которые примерно то же самое сделали. Да, и вот можно рассказать про какие-то простые житейские истории, в которых вы были не на высоте. Не обязательно прям упавлено, я напился и валялся в лужу. Не про это речь, а про что-то, что у вас не получалось, про то, что вы переживали. Круто, это будет просто мега, но если у вас уже доверительные отношения, зачитать какие-то выдержки из своего подросткового дневника. Я не вел, вот я лично не вел дневник, но я знаю, что многие подростки ведут дневник. Да, кстати, упаси вас Бог, заглянуть хотя бы просто даже в дневник ребенку. Это то, что потом не прощается практически никогда. Особенно, если потом, ты знаешь, я случайно заметил и узнал, у тебя там сейчас непростые отношения, не надо так. Здесь, конечно, тоже непросто, и значит, что мы совсем не должны контролировать? Должны. Но вот о всех этих тонкостях, переплетениях, как это правильно делать, я уже на марафоне рассказываю подробно в отдельных видеоуроках. Каждой теме у меня посвящен отдельный урок. Про воровство, про ложь, про секс, наркотики, рок-н-ролл, условно говоря. Поэтому пишите в директ слово подросток, если хотите узнать подробно. Вот. И многие не пользуются этим инструментом. Расскажите о том, где вы были на высоте, и в этот момент подростку даже будет легче. Понимаете, он сам-то тоже не рад, что он хочет вас обесценить. Вы же для него все-таки родители, но что-то внутри его толкает делать. А пока, толкает это делать, а пока вы, когда вы ему показываете, что смотри, вот так вот было, вот так вот было, и ты обращайся ко мне, потому что я столько шишек набил, да, или набила. Ой, блин, я тебе подскажу, где что работает, где что не работает. Ну, если захочешь. Так-то я тоже человек, да. Все, вот эту какую-то открытую калитку, оставляйте открытую дверь, оставляйте открытую калитку, тогда ребенок в нее постучится. А если вы будете тащить и говорить, что не вздуманными-то, в подоле принесешь, выгоню вообще из дома. Якобы напугаю, чтобы точно не было ничего лишнего. Или увижу с сигаретами, руки оторву. Или как у меня у друга, отец унюхал запах табака и заставил выкурить его пачку. Ну, такое себе, скажем так. как метод это может быть и работает, но как способ выстроить доверительные отношения, у этого есть вопросы. Я бы так мягко сказал. Так, секунду. Сейчас мне, чтобы понять. Да, можете написать какие-то реакции. Мне, честно, если тяжело, я говорю себе, как будто вот есть какой-то Константин. Как вообще, насколько откликается, можете поставить лайки, можете пригласить знакомых на этот прямой эфир. Я надеюсь, что он сохранится и будет в записи. насколько откликаются, может быть, какие-то вопросы. Ну, давайте я, я выстраивал, в принципе, весь сегодняшний прямой эфир на основе ваших вопросов, поэтому я отдельно что бы хотел сказать. Ну, давайте про тему учебы. Тему учебы. Поймите, что в норме желательно сделать так, чтобы ответственность за учебу перешла к ребенку до подросткового возраста. Вот лучше всего начинать со второго, с третьего класса. Когда вы передаете ребенку ответственность, не то, что так, что у нас там у тебя сегодня задали. Иди, сделай, сделай, показывай, чего там сделал. Так, смотри, еще математику, математику делал. Я допускаю, что это может быть в начальной школе, но лучше, чтобы у вас это было уже, начиная там со второго, с третьего, с четвертого класса, уходила к ребенку. Это его ответственность. И нужно суметь справиться с тем, что он в 90% случаев, если вы дадите ему ответственность, он скатится по оценкам. Скатится. Это норма. Он скатится за, там, ну, не знаю, на тройке точно, может быть, даже на двойке. Но вот это удержаться от того, чтобы не идти в то, что так, двойки, идем, будем исправлять. Садись рядом со мной, повторяй правила. Что происходит? Вы не отдаете ему ответственность за его дело. Нас основная цель вырастить, воспитать ответственного, осознанного, самостоятельного человека. Я знаю, многие тащат так до института. То есть, они до института прям дотащили вот ЕГЭ, ОГЭ, вот это вот все, да, пережили. То есть, они прям даже говорят, мы, нам надо сдавать ЕГЭ, ох, не знаю, там, валидольчику себе накапал или накапала, да, и даже помогает учиться в институте. И ребенок заканчивает с горем пополам, а они редко и не заканчивают. И потом он у разбитого корыта. Что вы сделали? Вы, по сути, вот эту мышцу ответственности атрофировали, которая должна была развиться в норме к тому возрасту. и он получается взрослый, или она уже, взрослый человек, 22-летний человек, а навыка брать ответственность, строить там семью, тем более, какую-то, да, брать ответственность, тем более, за кого-то, не сформировалась, потому что себя-то обслужить не может. Вы знаете, я как человек, у которого были гиперопекающие родители, ну, это особенно мама, и я очень им благодарен за то, что каким-то невообразимым, я даже до сих пор, не знаю, это какой-то промысел божий, то, что получилось, что я поступил в другой город, очень далеко, за 6 тысяч километров, и жил первый год у бабушки, а потом вообще отдельно в отдельной квартире. И они очень редко приезжали, там раз в два месяца, ну, как очень редко. И я был очень благодарен вот именно за это, потому что я считаю, что абсолютно каждый парень, уж точно, должен до свадьбы пожить какое-то время один. Почему? Потому что это ведь, то есть именно тогда я научился сам готовить, сам ходить в магазин, сам рассчитывать там бюджет, мне давали, по-моему, 5 тысяч на месяц, то есть как хочешь, так управляйся. Вот. Самому вот это все делать, и я безумно благодарен родителям за это. То есть я знаю, как им это было тяжело, потому что они были гиперопекающими, но это самая большая школа для меня. И когда в браке там нужно что-то, полы помыть, окна помыть, там, не знаю, приготовить, поесть, для меня это вообще не проблема. И это очень высоко ценит моя супруга. И это помогает нам строить равнозначные отношения. Потому что часто происходит так, что сын, извиняюсь, от одной тити переходит к другой тити. Да. И ладно бы он переходил к другой тити, но там как-то рос. А он воспринимает это как должное. Слушай, моя мама делала три блюда, работала в найме, и еще нас воспитывала. Как это ты не справляешься? То есть, если еще там мама такая, герой просто, да, то это ай-яй-яй будет супруге, если вот такой парень. Но я не хочу, кстати, сейчас очернять как-то мужчин, парней и обелять только девочек и девушек. Да, девчонкам тоже достается по-разному. И сейчас разные есть девочки, которые воспитаны только как принцессы. Понимаете, вообще, наверное, бич современности. Потому что, когда дети росли, растут больше, ну вот, с природой, что ли, ближе, да, в деревнях не хочется говорить, ну, как-то ближе с природой, они, им помочь это за игру. Ну, конечно, если там не какой-то адский каторжный труд. Сейчас мы часто воспитываем еждивенцев. И я убежден, что ответственность за уроки и ответственность за быт должна постепенно, начиная вот уже с 7-летнего возраста, потихоньку плавно передаваться. Иначе, ну, извиняюсь за сленг, мы огребем большие проблемы в подростковом возрасте. Потому что там он перестанет, ну, и там не будет это делать, потому что он не приучен и не будет это делать, потому что все его нутро противится. Вот чтобы это предостеречь, желательно делать это все вначале. Но если так получилось, что не получилось передать, да, вы сейчас, например, пришли на этот вебинар, уже будучи родителями подростков, нужно выстраивать систему поощрения наказания, систему отношений, такую, в которой ребенку было бы выгодно делать то, что вам важно, ему это не важно, потому что, если бы ему важно, он бы это делал. или если бы это было приятно, интересно, он бы это делал. И давайте, кстати, по чесноку, как говорится. Школа, она очень сильно утратила свой авторитет, потому что раньше, когда не было гаджетов, телевизоров, не знаю, вот всего вот этого, люди ходили в школу как на праздник, потому что ты соприкасаешься с чем-то интересным, помимо, там, ну, вот этой рутины, домашних обязанностей, да. И, кстати, в некоторых семьях, я знаю, делать уроки вечером, это была, как это правильно слово, привилегия. Ты сначала, будь добр, там, приберись дома, сготовь еду, потому что родители на работе, там, еще что-то сделают, а потом, в свободное время, если у тебя останется, делай уроки. Ну, а про игры, это уже вообще по остаточному принципу. Я не говорю, что так надо, но ощущение, что сейчас очень крен сдвинулся в другую, в другую сторону. Так вот, если все-таки сейчас ребенок учится и учится очень плохо, ушел во что-то другое, начинайте с интереса. В чем его интерес? То есть, я бы не пошел, что тебе теперь нужно срочно поднять оценки по всем предметам. Начните с какого-то одного, двух предметов, которые ему интересны. Хвалите за это, поощряйте за это, ну, не обязательно материально. Кстати, по поводу материальных поощрений, я, если честно, противник. Я знаю, что разные мнения есть у психологов, но я противник того, чтобы платить за домашние дела. Потому что, это получается, неадекватная система взросления. Во взрослой жизни нам не платят за дела по дому. А вот если мы, не знаю, уберемся у кого-то, или, вот я недавно видел объявление у себя в подъезде, вы погуляете с вашей собакой, 300 рублей, там, Максимка, что ли было написано, телефон. Вот. Парень растет с предпринимательским мышлением. Да, то есть, сделать что-то для других и заработать на этом. То есть, важно, чтобы ребенок научался получать первый опыт заработка, он будет сильнее ценить деньги. При этом, кстати, говоря про деньги, важно, чтобы у него были карман, деньги на карманные расходы. И, кстати, какая-то своя такая большая сумма тоже, ну, большая относительно. Для кого-то 5000 большая сумма, я имею в виду для каких-то родителей, для кого-то 10 тысяч, это небольшие деньги. Но чтобы у него была какая-то сумма, где-то он копил на что-то, например, на тот же планшет или айфон, не к вечеру будет помянутый, да, с условием, что мы 50 на 50, скидываемся. Вот ты копишь, но большую покупку мы делаем 50 на 50, например, то есть не обязательно так, но вот как-то. То есть я не сторонник, чтобы вы платили за домашние дела уж точно, исключением, если вы какой-то навык вживляете, и то лучше не деньгами давать, что, окей, если ты вот там, не любит он кошкин лоток убирать, да, но вот вам важно, чтобы он это делал, можно поначалу поощрять как-то, ну, там, мы идем, не знаю, в кино, ты таким образом зарабатываешь себе на билет в кино, но аккуратнее с этим. За оценки, я считаю, что тут больше, как бы, менее строго, то есть можно давать деньги за оценки, но это тоже крайняя мера, то есть идеально, если этого не будет. если карманные деньги будут выдаваться просто, по умолчанию, ну, если там, не знаю, какая-нибудь двойка или тройка в четверти, то какая-то сумма не выдается. Можно, но это уже когда запущенный случай, когда уже ничего не помогает, когда уже есть вообще риск остаться на второй год, это может как-то помочь, но, это мы работаем со следствием, причина нередко в другом, причин может быть очень много, причина может быть в вашей дисфункциональной семье, то есть тупо вы, ну, ругаетесь каждый день с муж-женой, да, либо ребенок проживает, проживает развод родителей, либо он сталкивается с буллингом каким-то в школе, либо с учителем конфликт, либо любовные дела, там, девочка, мальчик и так далее, да, либо еще что-то происходящее в нем, либо в классе, в какой-то их группе, в которой он общается, не модно делать уроки и учиться, к сожалению, иногда даже помогает только перевод в другой класс или в другую школу, к сожалению, так, для начала лучше пообщаться с учителем, узнать лучше атмосферу, пообщаться с ним, кстати, не старайтесь, прям, в душу под ребра залезть и сказать, что, ну, я же твоя мама, или я же твой папа, расскажи мне все абсолютно, я должна знать, ты, особенно, знаете, ты должен общаться со мной, ты должен открыто общаться, да не должен он, вы можете показывать, что я открытый, я вижу, что ты переживаешь, я вижу, что тебе тяжело, если будет, если ты захочешь чем-то со мной поделиться, знай, я никогда тебя не осужу, особенно, если вы раньше не осуждали, а если вы раньше осуждали, вот просто скажите эти слова, я никогда тебя не осужду, он скажет, ага, я тебе позавчера сказал, что я там съел чуть больше сладкого, чем ты как меня ругала, то есть это должно быть правдиво, да, я тебя не осужу, я тебя всегда выслушаю, и я тебя всегда помогу, проводили исследования, ну, это я помню, как сексолог нам давали, то есть если ребенок, подросток, столкнется с насилием, с беременностью, с вот чем-то таким, они сказали, там, 90% детей сказали, что родители это последний, кому мы пойдем рассказывать об этом, родители это последний, кому мы пойдем рассказывать об этом, я не хотел бы сейчас как-то вас пугать, я уверен, что какие-то вещи моя дочь тоже мне не расскажет, я далеко не ангел и не идеальный, но я бы хотел понять, что к кому им еще обращаться, к таким же несмысленышам по жизненному опыту, как они, гуглить информацию в интернете, и губить свое здоровье, или еще что-то, поймите, к подростковому возрасту они должны понимать, что вы не оцениваете, потому что оценка всегда унижает, очень часто она унижает либо меня, либо по сравнению с кем меня оценивает, но ребенок четко понимает, оценка это про унижение, а безоценочность, да, типа, ну, и что для тебя это значило, что ты почувствовал в этот момент, как тебе было, что ты сейчас переживаешь, чем я могу тебе помочь, что бы ты хотел, чтобы я тебе сказал, сказала, сделал, эти слова часто у родителей даже вообще как бы в голове не появляются, они не рождаются, потому что с нами так, я вас не обвиняю, с нами так не взаимодействовали, это не в культуре нашей, но именно этого ждут и хотят подростки, простого, безоценочного, с любовью, участия, даже тогда, когда они накосячили. Я, знаете, я хочу вам задать вопрос, как вам кажется, что получится, вот давайте эксперимент, что вырастет из человека, который в 11 классе крадет у родителей, деньги из кошелька у папы, который в 11 лет пьет алкоголь, крепкий, пробует, который плохо учится, курит, который забросил учебу в одном институте, перевелся в другой, и который, отмечая свой дипломный проект, ну, просто был пьян в хлам, и в итоге его доставляли друзья вот так под руки, что из него получится вырастить, и который говорит, я не знаю, кем я хочу стать. Я не знаю, может быть, кто-то из вас догадается, а может быть и нет, но из такого человека получится психолог, который сейчас перед вами ведет этот эфир. и это не значит, что именно благодаря этому я стал таким. Но я благодарен своим родителям, которые помогали мне проживать вот какие-то, вот такие очень жесткие метания. И да, не идеально все было, но по сути, у меня было и воровство, ну, как бы денег из родительского кошелька, небольшие суммы, да, я себе, и было некомфортное знакомство с алкоголем. В 11 классе я вообще прогуливал тотально учебу, потому что были дела любовные. И, ну, то есть, если бы я столкнулся с таким подростком, я бы подумал, вообще, что с ним будет? Как родитель, я бы подумал, что с ним будет? И, конечно, мы все как бы под Богом ходим, да, и можно сказать спасибо нашим ангелам-хранителям, которые помогали нам в подростковом возрасте. И не обязательно подростковый кризис должен именно вот так проходить. У кого-то были моих одноклассников еще более жесткие там опыты, да, и я иногда вот рассказываю об этом, знаете, это было на втором или третьем, не, на третьем курсе. Я прочитал книгу Оша, она называлась «Храбрость», но там вообще не помню, про что вообще книга, я помню одну я прочитал фразу. Фраза звучала так, что вы не собственность ваших родителей. Ну и там были пару примеров. Я помню, я взял сигарету, пошел на балкон, ну я же такой взрослый, мне 20 там, блин, 19 лет. Я думаю, блин, а ведь я реально, я не собственность своих родителей, я могу делать то, что я хочу. И я на два месяца ушел в тотальный загул. Я не ходил на учебу в институте, я посещал сполошные ночные клубы, я там курил, выпивал. А через два месяца как-то просыпаюсь утром, видя окружение, я такой думаю, а куда я вообще сейчас иду, куда я живу? Я хочу вот, вот как эти люди, вот как этот человек, я чего хочу вообще на самом деле? И в этот момент я понял, что я не хочу себя такого будущего. Но это было мое решение. Это не было долженствование, которое было очень жестко, от родителей шло, что ты должен закончить, что ты должен хорошо учиться, ты должен, 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 должен. Это был уже мой честный выбор. И вот этот момент я называю своей сепарацией. То есть то, когда я понял, чего я хочу сам. Я хочу учиться хорошо не потому, что так нужно родителям, а потому, что я этого хочу. Я не хочу там выпивать и курить не потому, что я не хочу, ну, в общем, с этим всем связаться, потому, что родители мне запрещают, потому, что я этого не хочу искренне. Поэтому поймите, вспомните свой подростковый кризис и поймите, что подросткам сейчас нелегко, но, конечно же, важно им помочь. И помочь вы можете только, сохранив эту тоненькую нить доверия, открыв калитку и сказать, я рядом, если что. И, конечно же, здорово, если до подросткового кризиса вы проговариваете какие-то вещи. Например, тема полового воспитания, я считаю, она должна быть в начальных классах. Ну, точнее, даже до начального класса. То есть, когда ребенок должен познакомиться с тем, ну, почему у мальчика одно, у девочки другое, почему там, как рождается ребенок, почему, как он вообще появляется в животе. Без картинок, в смысле, без вот этих вот порнографических картинок, потому что есть разные книги, которые показывают, как ребенок, как взрослые любят друг друга. Этого в раннем возрасте не надо. Чем позже дети узнают об этом, тем лучше. Вот именно, вот об этом в таком очень нагом варианте. Но ребенок должен понимать это, потому что нередко в первый-второй класс дети приносят телефон и показывают, смотри, и показывают настолько жесткие вещи, что там не каждый родитель еще такое видел, да? И чтобы его это не травмировало, он должен быть уже подготовлен к какой-то более лояльной литературе. Сейчас есть книги на эту тему, например, я очень рекомендую Юлию Ермоленко, ликбез, забыл, какой-то там интимный ликбез с родителями и без, да, Юлия Ермоленко. Очень культурная книга, очень спокойная книга, которую дети могут читать сами, либо вы можете прочитать с детьми. Если мы говорим про опыт наркотиков, то я бы рекомендовал честно посмотреть с ребенком какой-то фильм, имеется в виду в Ютьюбе, да, какую-то передачу, где, может быть, даже бывшие наркоманы рассказывают о том, что с ними было. И вот не вот это, вот ты взрослый, ты кайф поймал, а вот эту другую сторону, которую никто не будет рассказывать и показывать, когда будут будут завлекать в это дело. Вы знаете, как мой опыт с наркотиками, ну, в смысле, я никогда не пробовал, но я помню, как однажды я стоял на остановке, ждал автобуса, уже будучи взрослым, там, 20, ну, взрослым, 22, и ко мне подошел парень, он просил денег, и он потом, ну, я ему дал там что-то рублей, там, 10-20, и он говорит, вот ты видишь меня, запомнил на всю жизнь, никогда не употребляй, даже никогда не пробуй это дело. И я с таким оцепенением, ужасом смотрел ее в глаза, я просто видел, что, ну, он одной ногой уже там где-то, он старше меня был, видно, но это лицо настолько было изможденное, и вот настолько перекошенное ломкой и болью, что у меня и до этого как-то не было мысли даже пробовать эту историю, но после этого просто как рукой отбило, понимаете, то есть иногда ребенку важно показать, ребенку я имею в виду вот предподбросковому возрасту, это возраст там 10 лет, 11, какие-то вещи без прекрасного, не жесть какую-то жестокую, да, а вот показать, как оно бывает в этой жизни, чтобы он знал, это такая прививка, прививка тем, что он уже знаком с этой темой и с другой стороны. Иногда я знаю то, что некоторые родители прям возят своих детей, но в детский дом не в плане, что мы тебя туда сдадим, если будешь плохо вести себя, это нет, это нехорошо, а в плане того, чтобы смотри, как бывает, смотри, бывают дети, которые тотально истосковались по родительскому вниманию, и ты можешь просто быть благодарным за то, что у тебя есть родители, не проговаривать, это ни в коем случае, там типа цени, мы у тебя есть, или возят куда-то, где вот реабилитацию проходят алкоголики, наркоманы, на один раз, на одну встречу, достаточно одной таблетки, как говорится, да, одного такого сеанса достаточно для того, чтобы ребенок все понял. Кстати, говоря о реализации, о трудоустройстве, тоже намного лучше, чем наши какие-то лекции, речи, попробовать вот ребенка, ну там в 10, 10, 11 классе, либо там начального студента, попробовать постажироваться где-то летом, 1-2 месяца, бесплатно пускай, или там за какую-то минимальную оценку, минимальную стоимость, чтобы он понюхал пороха. У нас тотально сейчас везде теоретики, которые, ну никому не нужны. А он побудет где-то и поймет, о, я точно туда не хочу. Да, вот у меня мама врач, и я как-то подумывал о том, чтобы поступать на медицинский. И она говорит, ну имей в виду, Костя, первый курс ты будешь санитарить. Ты будешь санитарить. А что я такой, что значит санитарить? Ну, это вот утки менять, шаваброй мыть, там полы, первые там даже несколько курсов. И я что-то так подумал, не, медицинский я не хочу. То есть, она не говорила для того, чтобы отговорить меня, а проверить истинность моих желаний. Я, кстати, благодарен тоже за это. То есть, вот знакомьтесь с жизнью. Ваша задача, вот держите в голове, ваша задача, чтобы ребенок был автономный, самостоятельной личностью. Для этого его нужно больше знакомить с жизнью. По поводу учебы, вы поймите, что, ну, ЕГЭ сдают все, худо-бедно как-то сдают. И важно не то, чтобы он поступил в какой-то ВУЗ. Важно то, чтобы он понял, кем он хочет быть, какая деятельность его увлекает. И для этого тогда можно сказать, окей, я вижу, что ты вообще не хочешь учиться. Хорошо, я уважаю твой выбор. Но понимаешь, совсем учиться не получится. Если тебе не устраивает школа, то тогда мы с тобой определяемся с кружками и направлениями, которые ты будешь посещать. То, что тебе интересно. Это может быть робототехника, это может быть там программирование или еще что-то. Ну, вопрос возраста, опять же. То есть важно, чтобы он был чем-то увлечен. Ребенок рождается вот с этой очень сильной энергией, желанием быть увлеченным чем-то. Но только, к сожалению, мы, родители, очень часто, ну, и в общество, в целом, и школа, кстати, тоже этому способствует, убиваем это желание идти за искренним интересом. И решение очень часто лежит в том, чтобы вернуть, воскресить вот это желание увлекаться чем-то искренне. Гитара, гитара, барабаны, хорошо, спорт, отлично. Даже если вам кажется это бредом, даже если вам кажется, нет, у нас же там поколение, из поколения учителей, или там врачей, или еще кого-то, пусть он найдет себя. И не критикуйте за то, что он пробует разное и бросает. Это нормально. Он или она ищет себя. Спрашивайте, помогайте, но не нужно, чтобы он один-два занятия прошел и бросил. Лучше два-три месяца, или там два месяца, и уже тогда будет понятнее, его это или не его. Ну, хорошо, друзья. Я думаю, вы знаете, нам, чтобы сохранился этот эфир, нам нужно закончить вовремя, я помню, то есть до того, как он оборвется. Поэтому я предлагаю нам с вами на этом завершить. Я еще раз хочу сказать о том, что уже 13 марта я стартую свой марафон, который называется «Нетрудный подросток». И каждый день в течение двух недель я буду давать там готовый видео урок. Также там будет два больших эфира с разбором ваших ситуаций, с персональным разбором ваших ситуаций и ответом на ваши ситуации, на ваши вопросы. Эти все занятия будут с вами в записи для тех, кто примет участие в марафоне. Два месяца, и вы сможете их пересматривать. Вы сможете задавать вопросы по каждому уроку. Я очень оперативно буду отвечать. То есть две недели тотальной такой работы включенной. Поэтому если вы хотите очень детально разобраться в этой теме, я приглашаю вас на этот марафон, потому что этот марафон я повторять в ближайший год точно не собираюсь. То есть до следующего марта марафон по подросткам точно не будет повторен. Это я гарантирую. Потому что другие темы, которые я буду проводить, но не связаны с детьми, с подростками. Поэтому если хотите решить свои вопросы, в том числе компьютерной зависимости, да, вижу у вас вопрос, Артем, но, к сожалению, уже времени хватает. И там это отдельная тема. Я полчаса в видео рассказываю, что с этим делать, как быть с этим. то приглашаю вас на марафон. Для этого просто напишите в сообщениях к этой записи или ко мне в директе в мои личные сообщения слово «подросток». И я пришлю ссылку для того, чтобы зарегистрироваться на марафоне. Спасибо вам большое за то, что были в онлайне. Спасибо за вашу активность. И желаю вам, вашим близким, вашим детям, подросткам и вам лично счастья, благополучия и чтобы любой кризис, в том числе этот подростковый, прошел с минимальными потерями в ваших отношениях и с максимальной пользой и благополучием и вам, и вашим детям, которые превращаются во взрослых. Поэтому до новых встреч. Я надеюсь, что запись сохранится и тогда сможете ее посмотреть. Всем пока. И если интересует марафон, пишите в личные сообщения слово «подросток». До новых встреч.